Заслуженное признание. В поселке Искателей состоялось торжественное открытие памятника первым геологам Крайнего Севера. Бронзовый монумент возведен к 60-летнему юбилею начала разведывательных работ в Ненецком округе. К событию также приурочили и традиционное посвящение в нефтяники новоиспеченных учеников Ростнефть-класса. Тему продолжит Надежда Качегова. Жители Искателей, или как его еще называют, поселка геологоразведчиков увековечили память своих отцов и дедов. В центральном сквере муниципалитета появился бронзовый искатель черного злота. Советский геолог – образ собирательный. Скульптор создал его по облику своих друзей, которые как раз осваивали полуостров Канин. Кстати, это уже четвертая работа архангельского мастера Игоря Чумакова в нашем регионе. И, судя по впечатлениям гостей, автор памятника справился с поставленной задачей. Я очень рад, что в год 60-летия начала геологоразведки в округе мы, наконец, должным образом ответили труд этих людей. 60 лет назад, по сути, именно они начали писать новую историю Нинецкого автономного округа. По словам Александра Цибульского, спустя 60 лет геологоразведку Нинецкого округа ждет возрождение. Во-первых, многие нефтяные компании, работающие на территории Заполярья, планируют расширить поиск углеводородов. Во-вторых, Росгеология готовится активизировать свою деятельность на севере страны. Когда говорят о России и о ресурсах, в первую очередь думают о нефти и газе. А чтобы хорошо заработать, ну, чистой скоммерческой целью, нужно этим заниматься. Аргумент весомый. Геннадий Пологих точно знает – добыча углеводородов – это его будущее. И первый шаг к своей цели школьник уже сделал. Сегодня Геннадия, как и весь новый Роснефть-класс, посвящают в нефтяники. Это у них учить для вас. Сегодня здесь присутствуют главы всех нефтедобывающих компаний, работающих в округе. Поэтому от всех нас, от их имени я возьму себе такую смелость. Поздравляю вас с вступлением в дружную семью. Не в коллектив и не в команду, а именно в дружную семью принимает десятиклассников директор компании РН «Северная нефть» Владимир Шульгам. После чего школьники проходят обязательный обряд посвящения. Пусть кому-то он покажется странным, но для этих ребят такой ритуал поистине знаковый момент. Как и торжественная клятва. Ее ученики произносят всем классам. Окончить школу на хорошо и отлично и поступить в профильный вуз Роснефть. С 2006 года компания Роснефть растит собственные кадры, начиная со школьной скамьи. Система подготовки будущих специалистов, школа, вуз, предприятия за это время доказала свою эффективность. С 2012 года программа заработала и в нашем регионе, на базе школы поселка Искателей. В числе учеников этого, уже седьмого по счету Роснефть класса, есть и потомственные нефтяники. У Алексея Огрыська и прадед, и дед работали на месторождениях. Как признается бабушка старшеклассника, мальчик всегда любил слушать истории о трудовых буднях своих родственников. Мой папа, Каракач Петр Антонович, работал в нефтяной компании. Он работал нефтяником, был за границей. Потом на Краснодарском крае работал нефтяником и приехал сюда. Здесь работал нефтяником, он был бурильщиком на буровых. Вот. Внук знает про дедушку. И вот тоже решил пойти по его стопам. Сам Алексей Огрыська с конкретной специальностью еще не определился. Говорит, времени для того, чтобы сделать выбор, еще достаточно. А пока основной упор на профильные предметы. Физику, химию и математику ученикам Роснефть класса предстоит изучать особенно тщательно. Но трудности ребят не пугают. Я думаю, что будет сложно, но всегда помогут учителя и в какой-то степени одноклассники. Думаю, школьникам понятно, что учебы никогда не было в сладости, но все это проходили. По словам классного руководителя Надежды Мельник, новый состав будущих нефтяников за первую неделю уже успел подружиться. А значит, учиться теперь им будет гораздо проще. Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал Север.